Как передает советник мэра Мариуполя Петра Андрющенко, в временно оккупированном городе жители стоят в очередях за едой. Подробности сейчас узнаем из уст самого Петра Андрющенко. Он присоединяется к нашему эфиру. Петр, приветствуем вас. Доброго дня. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как обстоят дела. Помогите нам понять масштабы происходящего. Масштабы происходящего ужасны и огромны, к сожалению, потому что гуманитарная ситуация в городе Мариуполь ухудшается каждый день. Также, насколько ухудшаются погодные условия. Город так и остается без тепла в абсолютном своем большинстве. Из-за того, что он остается без тепла, он остается местами без электричества, потому что в попытке обогреваться электрообогреватели создают такую нагрузку на электросистему, с учетом ее, в кавычках, восстановления, что она просто не удерживает проводка вместе с трансформаторами. И в целом гуманитарная ситуация становится хуже. К сожалению, растет смертность, к сожалению, растет заболеваемость, заболеваемость простудными заболеваниями в первую очередь. И определенные проблемы с поставками хлеба, которые, в принципе, свойственны не только Мариуполю, к сожалению, а всей оккупированной части Донецкой области. Это связано, в первую очередь, с проблемами с энергообеспечением, в том числе с проблемами с водопоставкой на оккупированной территории Донецкой области. И поэтому проблема с пекинами. И в итоге мариупольцы вынуждены выстраиваться в огромные, в часовые очереди, за бесплатным хлебом, который им привозят. Вынуждены выстраиваться в огромную очередь за теплой пукой и тарелкой теплой каши, потому что это единственный способ с местами для многих получить просто теплую еду. Вот Хладомор, самый настоящий, это просто была Российская Федерация на сегодняшний день. Эти переходы на Мариуполь продолжаются. Чем дальше будут охудшаться погодные условия, тем будет, к сожалению, стараться. Петр, вы слышите нас, скажите? Проблема со связью у нас небольшая. Коллеги, давайте попробуем Петра Андрющенко перенабрать. Петр, давайте раз-два проверка связи. Если нет, давайте попробуем связаться заново. Есть еще вопросы к советнику мэра, конечно же. И ты знаешь, я вспоминаю, основываясь на том, что рассказывает Петр, Пушилин-то говорил, что Мариуполь будет городом-курортом. И вот это будет как раз на месте Азовстали, разрушенной абсолютно, построенной, или технопарк, или какой-то парк новых технологий. А вот что реально с Мариуполем происходит. Люди стоят в очереди за едой. Когда в последний раз из уст оккупантов или коллаборантов ты слышал правду. Много заявлений звучало. Заявления настолько громкие, что поражали своими масштабами. Ну, например, пришли в Херсон и останемся в Херсоне навсегда. Ровно до того момента, пока большая часть Херсонской области не была деоккупирована. Ну, то есть, все правобережье Херсонской области, например. Так же и в Мариуполе происходит. Петр Андрюшенко с нами возобновил связь. Благодарны вам. Давайте продолжим эту тему. Скажите, пожалуйста, вот сколько человек сейчас находится в Мариуполе? Напомню, что когда Мариуполь был под контролем Украины, там проживало более полумиллиона человек. На данный момент есть информация о том, сколько жителей? На данный момент в городе примерно 120 тысяч человек мариупольцев находится. Пять раз меньше, чем было до начала полномасштабной войны? Безусловно. К сожалению, только смертность в семь раз выше, чем было до начала полномасштабной войны. И сейчас мы наблюдаем очередную тенденцию к уменьшению количества, слава богу. Потому что многие все-таки приняли решение выехать из города как минимум на зиму и перезимовать, как единственная возможность, выжить. Поэтому пробка возле границы между Украиной и Россией, естественно, в районе Новоазовска, пробка зерковых машин уже второй день более 30 километров. Это нас, в общем-то, радует, потому что наконец-то люди начали принимать правильные решения и не доверять уже обещаниям оккупантов. Расскажите, пожалуйста, Петр, о том, как происходит скрытая мобилизация сейчас на временно оккупированной территории, в частности в Мариуполе. Потому что мы понимаем, что Россия готовит новое наступление, для этого нужно еще больше людей. И, конечно же, жители с Восточной Украины, для них это основной ресурс, увы, в том числе. Ну, к счастью, скрытая мобилизация проваливается очередной раз. Попытки постоянные завербовать людей под видом пожарных инспекторов, под видом работников полиции проваливаются, потому что в одну из предыдущих волн скрытой мобилизации люди увидели уже гробы, которые возвращались с линии фронта, тех мариупольцев, которые поехали без образования работать пожарными инспекторами и почему-то сгорели в танке на передовой. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, безусловно, все готово к началу полномасштабной мобилизации официальной. И в течение зимы мы обязательно ее, к сожалению, увидим. Ну, а пока на сегодняшний день свои дырки на фронте. Оккупанта закрывают за счет тех сотрудников полиции, которые остались на оккупированной территории в Мариуполе, в Мариупольском районе, и предали, изменили притяги и перешли на бок оккупантов. Первым поехал рядовой сержантский состав, он уже сейчас на передовой. Тоже местами возвращаются не совсем в живом состоянии домой. Следующая на очереди офицерский состав, поэтому наблюдаем потихоньку попытки их все-таки уволиться. Оккупанты не дают им такой возможности, поэтому всем предателям дорога ведет в итоге на передовую. Но вот такая вот ситуация в Мариуполе и в районе, то, что касается непосредственно мобилизации. Ждем деоккупанции. Это наиболее важный момент сейчас и для Мариуполя, и для всех временно оккупированных украинских территорий. Спасибо большое Пётру Андрющенко, советник городского главы Мариуполя, был с нами на прямой связи. Спасибо.